Европейский Союз страдает от нехватки медикаментов. Дефицитными стали антибиотики, такие как амоксицелин, средства против простуды, гриппа и других респираторных инфекций, а также некоторые лекарства для детей. В большинстве стран ситуация считается критической, но поскольку такие товары из аптек не исчезают совсем, гражданам не советуют делать запасы. Врачи отмечают ослабление у населения естественного иммунитета, как следствие защиты от коронавируса. Еврокомиссар по здравоохранению называет причины дефицита лекарств. «Основные причины резкого увеличения спроса, которые были выявлены, это большое распространение респираторных заболеваний при недостатке производственных мощностей», сказала Стелла Кириакидес. Поскольку вопросы фармацевтики решаются на национальном уровне, правительство уже принимает меры по преодолению дефицита. Эти меры включают продажу дженериков или замену запрашиваемых медикаментов на аналогичные. В ряде стран при этом были изменены некоторые рецептуры. Например, лекарства предлагают в виде сиропов вместо таблеток, чтобы их охотнее принимали дети. «Педиатрические препараты, как правило, теперь менее доступны в виде обычных таблеток», — сказал представитель Европейского агентства лекарственных средств Штефан Тирструп. «Поэтому там, где больше болеют дети, потребность в педиатрических препаратах для них выше, чем в препаратах для взрослых». Дефицит лекарств в Испании увеличился за год на 38%, но уменьшение их производства повлияли инфляция, высокие цены на энергоносители, нехватка сырья и последствия пандемии. Что может сделать Евросоюз? «Нам нужна диверсификация», — сказала глава фармацевтической группы ЕС Илария Пасарани. «Например, было бы полезно вернуть в Европу производство некоторых критически важных материалов, таких как активные ингредиенты. Но мы не можем вернуть всё производство всех материалов, которые мы используем для лекарств. Это влечёт за собой такие проблемы, как повышение аптечных цен, связанные с выполнением законов об охране окружающей среды, законов о труде, которые не обязательно соблюдаются в других странах и регионах». В марте Еврокомиссия представит пересмотренный вариант фармацевтического законодательства ЕС, который будет включать более строгие обязательства по обеспечению поставок.